Слава Леониду, приветствую всех! Завтра... Я не особо любитель... Надеюсь, завтра вам понравится Ваш большой турнир И наш молодец Владимир, спасибо всем! Спасибо! Владимир Владимирович! Здравствуйте! Спасибо всем, кто пришел сейчас Спасибо всем, кто будет смотреть эту пресс-конференцию Всем всем, кто придет завтра Впрочем, спасибо организаторам за эту уникальную идею Я знал об Уманаха лично И я знал, что была такая идея Сделать турнир Сделать противостояние двух лиг Именно Fight Night и GFC Еще на турнире в Сочи Он сам лично делился со мной этим И для меня большая честь сегодня Предстать перед вами И завтра выступать в этом турнире И состязаться с Дуреном Мерметом Он сильный спортсмен Представляющий Казахстан Является чемпионом GFC Я первый номер Fight Night Как раз это Завтра будет наш день Завтра будет Ну, к сожалению, да Вот как GFC сказал, что Повод нерадостный Ну, мы будем делать это все От всей души И я уверен Ну, дядя Ванан Тоже порадует на нас Глядя сверху Хотелось бы еще сказать Большое спасибо Ребятам из Казахстана Которые преодолели На самом деле сложный путь Мы сегодня как-то гоняли лес Успели об этом пообщаться Чуть ли ребятам не пришлось Реально на лошадях сюда приезжать Через границу Поэтому очень достойно уважение Что все приехали Все нашли возможность И этот турнир, который Уже не раз переносился Он даст Бог, завтра состоится В полном объеме Еще раз спасибо 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 У меня вопрос Доурену Ивнеку Доурен, а как на тебя влияет Или не влияет То, что перед этим двоем В основном все говорят о том, что Владимир Минеев должен подраться с тобой Выиграть тебя И уже после этого у него будет бой С Магой и Смаилом То есть тебя рассматривают Как такой переходной вариант Для Владимира До Маки и Смаилом Напрягает ли тебя Эта гиптография? Да Да Не напрягает Наоборот И те взлеты То, что она не бывает Остается изменением И она заряжет на эту боль И вопрос Вопрос Вопрос, наверное, организаторам Вот Были новости неоднократно о том, что Может быть В будущем все-таки реализуется идея Какого-то совместного турнира Между чемпионом и прочим Но мы знаем, что И по Ignite, и в GFC Ситуация с чемпионами Бывает не самый стабильный То Чемпионы входят Освобождаясь от контрактов Либо контрактов В общении И, соответственно, места пустуют Не было ли идеи Вот такой большой турнир Сделать Допустим, по Ignite с GFC Против Рисей Например То есть это было бы Может быть Что-то более глобальное И можно ли это реализовать? Знаешь Ну Если Один человек считает Что это возможно В данном случае Значит Это возможно Была бы идея Несколько лет назад Ну Когда GFC Совсем первые шаги еще делала Когда это было битва на Волге Года три назад Или четыре Скажем так Когда тему Промощность гусировалась Но и мотивы в этом участвовать не стали Тогда ACB сказали, что там Другие планы Ахмат еще тогда тоже был Совсем такой молодой Лима И Поэтому Мы никогда против не были Я и сейчас не против Надо конечно Здесь есть много Не все так просто А давайте сделаем Нужно посмотреть Нужно понять По каким правилам По чьим правилам На чьей площадке И так далее Но Но Я согласен Как болельщик С тем, что Подобного рода истории Они очень интересны Именно противостояние Чемпионов против чемпионов Лучшие бойцы И против лучших бойцов И так далее Уверен, что Ну Если мы сейчас Присели бы с Сашей И посмотрели бы То по одному Хорошему Человеку Из МЕСа Точно нашли Кто может Курировать с любой Будь то ИСЕ или любая Другая Лима Выяснить, кто лучше Это всегда интересно Да Три организации Ну На данный момент Я считаю, что ИСЕ это лидер Российского ММА Но мы Тоже Двигаемся вперед И стоим на месте И И с каждым Турниром Годом Набираем обороты И в принципе Ничего невозможного нет Если спросить Два года назад О совместном Турнире Компании GFC Ну Мне кажется, когда Это было невозможно Но на данный момент Это стало возможным Опять же Благодаря Человеку Которого На данный момент С нами нет Дяди Монаву Которого Эта идея родилась Ну и в дальнейшем Если посмотреть На момент То, что В каждом месте Есть чемпионы И некоторые чемпионы Переходят в другие организации Есть достойные бойцы Которые Готовы Отстоять честь промоушена Скажем Абсолютно С любой организацией Где-то там Они сильнее Где-то слабее Может быть разный счет Получится там В итоге оконцовки Но тем не менее Я думаю, что Это очень Такая интересная идея И Рано или поздно Эта идея Будет жить Спасибо Ярик, сейчас В средней весе Кто самый знаковый боец Оси По всей видимости Оси Посмотри Если Например Владимир Не выиграет У Доурена Пусть Пусть Пожалуйста Лучше боец Боец Против лучшего бойца Оси Тобой Не конкурент Я Не устраивал Я считаю, что Те, кто Доурена Например Судя по тем Поединкам Которых он Ничего не показал Они просто плохо знакомы С текущей ситуацией Он уже год тренируется В лучшей команде Казахстана С лучшими спарринг-партнерами В эту команду Скажем так Вкладываются деньги Силы, средства А этому парню На мой взгляд Ему раньше просто не хватало Того же системного подхода Было всегда у него так Как бы тренируется Но не до конца профессионально А сейчас он настоящий профессионал Поэтому завтра вы сами все увидите В его исполнении И хочется добавить еще Рассказать по поводу Два Крайних его боя Скажем Очень Сильная оппозиция была Что Артур Кусейнов Что Сергей Калинин И он Скажем В обоих случаях Одержал победы И выиграл Поиск временного чемпиона Поэтому Я считаю Что Шанс у него есть Хороший В этом бою Спасибо Я думаю В продолжение этих слов Вы можете сразу же В процентном соотношении Камилу Александру Высказаться В плане прогноза Да, Камилу Микрофон 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 Я Если Ты спрашиваешь Если Ты спрашиваешь Значит Кто Мой фаворит Вот чисто Спортивной точки зрения Я считаю Что Если я сейчас Как болельщик Посторонний смотрел Но я уже не посторонний болельщик Потому что я буду Знаю Надо понимать То я вам дал Небольшое преимущество Володе Как 55 на 45 Но Всем известно Что я обычно с прогнозами Ошибаюсь Правильно? Я же кратно сказал Что У Исмаилова нет шансов Против меня Поэтому Делайте выводы Ну вот я так поставлю 55 на 45 В моем Спасибо Александр Я тоже Отдал Небольшое Предпочтение Но Не 55 на 45 А 60 на 40 В пользу Владимира Вот Ну я вот вижу так Спасибо Интересно Букмекеры уже Да поставили Свои коэффициенты Игорь Лазурин Да Всем добрый вечер Игорь Лазурин Вопрос к Амилу Гаджиеву И соответственно Александру Гулянову У нас свежие новости О том что Значит ВСЕЙ Предложили пересмотреть И вообще Отменить Результат боя В Артамин Хоков Вот как и сегодня Приняли решение Что результат в силе Камил Соответственно Тебе В первую очередь Четверкос нужно адресовать Часто ли Дудумал о том Что Можно вернуть Пересмотр боев И апелляций И соответственно Не переживающий ты Из-за того что Много Скажем так Кольцов из Казахстана Дерется А казахи любят Там Ребята говорят Если я правильно Выпорядился Да и Вне зависимости от того Как шел бой Или могут быть споры Готовы ли вы к этому И как будет выглядеть Формат Скажем так Результатов Можно ли будет Оспорить Спасибо Так Так Ну Немножко Истории Мы Мы С 2015 Если не ошибаюсь Приняли Когда апелляцию У одного человека Мы не можем Принять У другого Когда Амиров С С С С С Принимать И Как Будете Дальше Другой Ему Говорит Что Говорит Что Они Фикс Один В В В В В Ш Луч В Если можно уточнение правильно, я понимаю, что вы не хотите любой ценой попасть в UFC. То есть для вас это не самое важное. Любой ценой это какой? Выйти на коротком уведомлении на любой турнир, просто если появится возможность. Но это не любая цена, это обычный путь любого бойца. Чимаев так подписался недавно. Я думаю, что у всего есть своя цена и всему свое время, вот и все. Спасибо. Александр, если можно, вопрос вам. Рядом с вами пустое кресло, и, к сожалению, мы его уже видели в октябре. Почему так получается? И есть ли это ему какое-то объяснение? Хабиб приехал, он был здесь, но по какой-то причине он не смог, наверное, уже не уехать. Да, он уехал? Нет, Хабиб будет. По крайней мере, так говорят. Шарель, уточнение будет Хабиб или нет? Ты чего реально оставишь, Сашим, в удобном положении? Нет, он зашел, я с ним поздоровался, он был здесь, но, к сожалению, я не знаю, где он на данный момент находится. Спасибо большое. У вас есть 10 минут на пресс-конференцию, Хабиб будет. Ты сейчас сказал Майорбек Хассиев, когда сказал, честно, я клянусь, я скучал по Майорбеку Хассиеву. Вот его давно не было, а у него есть такие вот крылатые фразы Майорбек и Хассиеву, целый сборник можно сделать. Смотрите, он сейчас вернулся и сразу выдал телу со сменой боя. Так, честно. Он нужен в индустрии. Друзья, продолжаем, у нас 10 минут. Добрый вечер. У меня вопрос такой, от фаната. Я отец молодых парней хочу спросить, что у меня его задать вопрос. Ваш бой с Майорбом, понятно, много оставило с собой вопросов, так далее. Возможно отключиться, многим это интересно. Мне больше интересно, что дальше. Что дальше, если мысли, потому что многие идут за вами, вы сейчас на пике, пьете за пояс. Здесь, наверное, говорят, что дальше? К чему уравняться пацанам дальше? Спасибо за вопрос. Отвечая на этот вопрос, хотел бы и на многие другие вопросы ответить. Говоря о том, что индустрии единоборства, она такая многообразная. Людям хочется смотреть много разных противостояний. Поэтому такими вопросами иногда забегаем фигурю от Торана. Это нормально. Если, как бы, валишься вот в этом, ну... Я немножко перебью, так, слегка. Просто испаривал Вайсей. Ты в войне... Понятно, что этот бой интересен. Можешь ответить. Что дальше? Погоди, ты пять вопросов задал. Нет, один вопрос. Я уже за тут что-то спросил. Если ты, в случае, там, победы, задержишь пояс... Короче, отвечаю тебе. Сейчас вообще не произвел разговор. Сейчас думаю только про Торана. И вот завтрашний день это будет отправная точка для всего. Вот сейчас сидеть и говорить, а может выйти пальцем с неба тыкать. Нужно завтрашний день дождаться, посмотреть на актуальную мою форму. И мне самому уже от этого отдавать. Я считаю, что это будет грамотно. Ну, смотри, мы видели тебя в хорошей форме. Мы видели тебя в хорошей форме. Мы видели тебя в хорошей форме. Интересно посмотреть на тебя в других предпостояниях. Драться в России, в Германии... Мне приятно, что... Мне приятно, что... Мало с кем. Тебе стоит драться в России... Да, это громкие такие... Смотри, это интересно. Ну, просто целый интервью. Понимаешь? Да, не по слову. Мы просто ограничены, на самом деле, во времени. Давайте все-таки вопросы тоже задавать, которые более короткие ответы. Четкие вопросы. Предполагаю. Да. Ну, на самом деле, я тоже услышал. Но есть рассуждения на тему ситуации в стране средней весе. Но не можем мы сейчас это получше обусловить. При всем уважении. Нет. Вы, может, просто узнать, не хочу в UFC или нет? Да, не то, что... Вообще, что дальше? Что дальше? Это целая сумма. Я в армию историю еще. Мне пришли не соглашать. Оооо. Что ты этим делаешь? Я еще учусь в стиле, мне экзамен. Давай. Что? Что же надо делать? Надо детей делать. Ну, что? Давай, ребята, прорывайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Двигаемся дальше. Уступите вопросы. Уступите девушке. Ну, что, ребята. Какие проблемы? У меня вопрос к Владимиру Владимировичу. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается совмещать карьеру профессионального бойца и актера? Мы знаем, что это скоро будет фильм. Расскажи, что мне об этом. Спасибо большое. Я знаю, что следите за моей карьерой. Мы давно знакомы. И это очень приятное знакомство, которое я уверен, мы пронесем через время. Спасибо за вопрос. Действительно, у меня в конце месяца, в начале октября, выходит фильм, в котором я сыграл вторую главную роль. Это фильм «Русский рейд». Это камерно-азиатский фильм «Рейд». Там много драк и много разных выстрелов. Вы, в общем, это были ВИП. Посмотрите, поделитесь своим мнением, пишите комментарии. Я думаю, их все равно не больше, чем казахских комментариях у меня в постах перед этим боем. Это короткометражный художественный фильм, который выйдет на экран с кино. Ну вот, поэтому, вот так вот. Поэтому еще, вот парень, еще и можно и в актеры уходить. Знаешь, много вариантов развития вообще личности. Да, это к ответу на то, что дальше. Спасибо. Дальше. Илья Андреев, Спортэкспресс, вопрос к Владимиру Минееву. У вас был контракт на бой с Емельяненко, подписан по правилам фокса. Эта история, она вообще отожила к этим образом, и все. Но окончательно сдохла, так скажем. Окончательно сдохла, как Емельяненко у Бориса Смаева. Ну, по-моему, она сейчас даже не реанимируется, потому что лично я Саши не вижу даже на просторах интернета. Так можно говорить про бой с человека, которого нет. Ну, контракты есть у вас. Илья, может нам Камил Гаджиева ответит на этот вопрос? У меня вопрос. А вот Дурен выиграет, Саша. Что дальше? Вот он сейчас временный чемпион организации GFC. Он выиграет завтра. Дальше что? Приварш с Калинином? С Калинином. А у вас же есть сейчас чемпионы два. Почему с Калинином Приварши, а не с чемпионом? Ну, у нас, получается, Калинин выиграл Сергея Романова и стал чемпионом в среднем весе. А Дурен является временным чемпионом. Без случаев победы это абсолютно нормальная история. Мы должны драться за два пояса. Ну, да. Михаил Месник, Камомэй. Вопрос Владимиру Минееву. Владимир, расскажи, почему после боя Магомеда Исмаилова и Александра Игоряника у тебя не было каких-то комментариев в СМИ и ты вообще потерялся в СМИ и не дал никому интервью? Ну, на это есть объективные причины. Первое, то, что я не считаю нужным давать по этому бою в комментариях. Все и так все видели и все и так сами могут сделать вывод. У меня особо и не интересовались, знаешь, лезть там со своим днем куда-то. Ну, я выставил пост, считаю, что просто все ошибались в Емельяньку и он всех уманул. Я считаю тем, что там такие звезды не оставлял, а сам даже не был готов, даже в парах не стоял. Да и я как бы в это время думал про Дуурена, а не про этих двух персонажей. И еще один вопрос. Еще один вопрос по Владимиру Дуурену. У вас перед боем был достаточно странный треш-ток в Инстаграме. Вы обсуждали прикосновение к фокуму, кстати, очень странный. Нет, давай не будем к ней лететь. Все, ну просто интересно. В прошлый раз, когда у вас был тоже на повышенных штанах треш-ток с Смаилом, вы повзорили на взвешивание. Сейчас, когда начиналась пресс-конференция, уважаемые руки, это все просто было по приболу, просто очень странное немножко направление треш-токов. Последние, посмотри, слова. Странное направление треш-токов. Странное направление треш-токов в чем? Пост, который выставил ты у себя в Инстаграме 15 августа и 2.12. Это уже была предыстория, давай мы ее сейчас все не будем поднимать. Просто нужно углубляться, если ты как бы не следил за этим. Мы сейчас должны всем, что ли, это обсуждать? Наш треш-ток-штопы сейчас должны были наброситься друг на друга. Ты считаешь, так должны себя мужчины вести или что? Просто сразу с Смаиловым, как бы было? Ну, Смаилов просто принимает тестостерон, который влияет на психику и все. Видимо, вы углубляли, все нормально, функционалка есть в психике. Хотелось бы еще мнение Даурена узнать по этому вопросу. Что еще? Хотелось бы узнать мнение Даурена по этому вопросу. Ребята, вы не удивляйте, что ребята переспрашивают, потому что холл идет и не всегда понятны слова в реальной сцене. Ничего личного нету. Вроде бы, правда, спорта. Так же, то, что он говорит, это что? Как сказать? Как сказать? Ну, друг другу я думаю. Ну что, если выиграть, мы его научим. Спасибо. Миш, другими словами, чтоб ты спросил, это все было. Миш, если ты вариант выиграть, то его нужно на курсы повышения проявкации к Магомеду Исмайкову направить. Он начнет сделать такого. Я у казахского блогера. Спасибо. Давайте еще один вопрос. И поэтому, друзья, в лестницу закончим, перейдем. Вы знаете, кто вопрос задает? Юрий Киселев. Помните его по ростовскому турниру? Друзья, может быть, Юрий Киселев? Юрий Киселев. Юрий Киселев. Добрый день, Юрий Киселев. Добрый день, Юрий Киселев. Ставится за меня место за Камина. Спасибо большое. Очень приятно. Камил, у меня вопрос к тебе. Следующий препятент 90 это 3 килограмма. Я бы хотел предложить свою кандидатуру. Я вижу, здесь находится чаще. Шепион. Я на то, если бы хотел. И еще, я знаю, слияние. Какой-то АМС у вас. И Амбер здесь тоже может быть. Давайте за встроек, пожалуйста. Юрий Киселев. Этот чемпион 93 у нас здесь, в этом зале. Я знаю. Я его вижу, да. Встречал тебя уже. Я сегодня даже смешивался. 95 килограмм у меня. Ну нет, ну ты, если такие нокауты будешь делать, я думаю, ты даже Петросяну интереснее будешь. Что мне еще надо делать, чтобы тебе было интереснее? Чуть-чуть пойму. Ты сейчас привез соперника для... Кого? Для Дорхана? Да, да. Да? И как? Какой прогноз? Дорхан, чемпион. Дорхан, лучший Дорхан! Ну все, спасибо. Ну что ж, я люблю эту шкуму. Дорогие друзья, спасибо большое всем представителям СМИ, всем, кто задал вопросы. Спасибо.